Шел 2028 год. Уже были заблокированы Телеграм, ВКонтакте, ICQ, Голубиная почта. Под угрозой запрета оказалась даже наскальная живопись. Последний оплот сопротивления оставался на конспиративной квартире где-то в Подмосковье. Некий Павел Д. изобрел новый и пока что легальный способ связи. А, нет, уже нелегальный. Ну что, вражина, где ключи шифрования от стаканчика? Так это же стаканчики, тут нет никаких ключей шифрования. А у нас нет здравого смысла, и что? Думаешь, мы тебя не раскусим? Падла. Да ты понимаешь, что этим средством связи могут пользоваться преступники, негодяи и бандиты. Сизый, сегодня идем на дело. Окей, Ржавый, встречаемся всем возле банка. Эх, как хорошо, что у нас есть такая классная связь. Да, без нее бы мы не смогли делать эти лютые преступления. Да. Как оно работает? Так тут же это, все просто. Тут есть стикер? А-а. Керкал. Значит так, либо ты нам говоришь, как контролировать этот мессенджер, либо мы тебе пожизненно испаяем, понял? Ладно, я согласен, снимайте наручник. Мне нужен ассистент. Давай. Это секретная разработка. Даже у американцев такой нет. Наконец-то. Ну ладно, свободен. Походу мне генерала дадут. Секретная разработка. Ставь лайк, если тоже любишь телеграм и не хочешь, чтобы его блокировали. Возможно, это поможет. Хотя вряд ли. Продолжение следует. Продолжение следует.